There's so much I want to say, but I don't know where to start. Эта история начинается с того, что я получила от Татьяны приглашение на празднование ее 25-летия. Мероприятие проходило в Москве, поэтому мне предстояло долгое тернистое путешествие из Краснодара в столицу. В этот раз в Москву я летела из Минеральных Вод. Это было в два раза дешевле, чем лететь из Сочи, да и вариантов особо улететь из Сочи у меня не было, потому что курортный сезон и аэропорт там просто перегружен. И за эту поездку я в полной мере поняла, почему лететь из Минеральных Вод в два раза дешевле. Начнем с того, что добиралась я до этого города 6 часов на обычной электричке, без кондиционера. Ммм, сука, ну мед. Затем, добравшись до Минеральных Вод, я минут 20 пыталась вызвать такси, потому что город очень маленький, а спрос на поездку в аэропорт после пришедшей электрички был огромный. И вот, наконец, я в аэропорту перекусываю, как грустная крыса. Впереди еще 3,5 часа полета. Время полета также прошло незабываемо, потому что рядом со мной сидел пьяный мужчина, от которого воняло перегаром буквально на весь самолет. Но зато в полете нас кормили очень вкусными чаобатами с индейкой. Последний рывок, час на такси из аэропорта, и меня встречают вкуснейшими домашними только испеченными пирожками. Я должна подарить тебе один подарочек сейчас, чтобы мы не теряли насеку. Так, а Таня, я приглашаю тебя на дискотеку. Письмо. Что же это может быть? Наша фотография. Итак, с днем рождения, Татьяна. Перед вами сертификат на услуги швейной феи. Кто же это? И данный сертификат дает вам право загадать самые желанные наряды, которые воплотят в жизнь швейная фея. Количество нарядов не ограничено. Да, вот это вы выдумали. Потому что я швейная фея. Ну, балдеж. Вот так вот. Теперь поставлю это вот сюда. Все, теперь угадываю музыку. Думаете, четыре часа. Да, это я. Купаюсь в бассейне. И джинс. Орлежане. Это мы приехали в студию Кати Масловой, где завтра будем отмечать день рождения Татьяны. Винтажная студия называется Тысяча. Восемьсот. Восемьдесят четыре. 1884 это год постройки дома, в котором находится квартира. Это один из домов страхового общества Россия. И здесь жило немало знаменитых персон, среди которых Михаил Иосифович Авербах. Врач-офтальмолог, начавший одним из первых делать операции на глаза. Квартиру, в которой теперь располагается студия, в свое время Авербаху подарил сам Ленин. В квартире сохранились оригинальные двери, паркет, лепнина, антикварная мебель и израстцовая печь. Среди посетителей квартиры также немало знаменитостей. Горький, Маяковский, Высоцкий, Станиславский. В этом месте чувствуешь соприкосновение с историей и словно переносишься в прошлое. Невероятное ощущение. Сейчас студию можно арендовать для фотосессий и мероприятий. На самом деле мы сейчас приехали, чтобы сделать красивые фотографии, потому что сейчас вечер 2 августа, завтра мой день рождения, и у меня нет поста для поздравления. Поэтому сейчас мы приехали, чтобы сделать фотографии. И по приезде домой ночью я буду их редактировать, чтобы утром выложить. Ура! Ну и также мы сделаем съемку для корсетов Алены Марцалова-Брандт. Да, я привезла из Краснодара все свои нашитые корсеты. И это идеальное пространство для того, чтобы их презентовать. Это не камера грязная, это зеркало винтажное. Случился ваш день рождения. Как я встречаю свой день рождения? На работе! Слышишь? Где у вас? Быстрее, они быстро плавятся! Загадывай, загадывай, загадывай! Я не умею так танцевать, как мы это делали. А тебе это плавленный танец. Что ты умеешь? В день мероприятия мы приехали в студию за несколько часов до прихода гостей, чтобы все подготовить. Таня уже ждала стилист, которая создавала образ именинницы. А мы, Танины друзья, подготавливали пространство к празднику. Катя, владелец студии и Агбан, друг Тани Флорист, в тандеме создали просто невероятный стол, словно сошедший из фантастического холста. Дресс-код этой вечеринки был в стиле dark fashion. И специально для этого дня я придумала и сшила себе вот такое готическое платье. В назначенный час начали собираться гости. Абсолютно все были одеты по дресс-коду и очень постарались над своими образами. Так что день рождения превратился в готический бал. А затем случилось самое яркое и самое потрясающее во всех смыслах для меня событие за эту поездку. В студии Кати стоит отличный, хорошо настроенный инструмент, и Таня попросила меня сыграть для гостей. До этого момента я не играла на публику вот уже 5 лет. Учеба в музыкальном колледже нанесла слишком сильный урон моей психике, и я очень долго не прикасалась к инструменту. Честно, я думала, что не смогу это сделать, потому что мои руки ломала дрожь, они меня не слушались. У меня перехватывало дыхание, и в целом было состояние на грани панической атаки. Но я сказала себе, что пора бы уже справиться с этим, и сделав глубокий вдох, я просто шагнула в этот страх. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, потому что было холодно, было снежно, холодно, голодно, мы бы не доехали с тобой на Белорусскую А сейчас мы здесь, и ты попробуешь 44 вида ступа Заходите! Все равно заходите! Ура! Аккуратно, лестница! Так же я! Мы пришли! Суп-кафе! Я считаю, что Алена должна попробовать все, все, это правда Здесь очень вкуснячие супы, но и не только Тут и паста, и пирожки с котлеткой есть Ты можешь выбрать три понравившегося супа и взять такие мини-порции Есть крюбничный суп, ежевичный суп, шоколадный суп Молодец! 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 Скажите! А куда мы едем? Так, мы собрались на мероприятие Это будет круиз от ВК И на этот круиз я иду под чужим именем Итак И как? Мы собрались на круиз В таких вот корсетиках Покажите свой шикарный Получилась забавная ситуация, потому что меня пригласили на круиз А меня не приглашали Ты же не в Москве живешь? В ВК мы знали об этом И сейчас мы пытались в кратчайшие сроки за пару часов найти пригласительные Но, к сожалению, Алену не смогли уже вписать И Алена Потому что списки были заранее подготовлены Да, все верно говоришь И поэтому менеджер написал, что мы можем провернуть такую авансюру И Алена может пойти под именем блогера, который не сможет прийти И поэтому сегодня Алена, это Лера Как Лера? Ой, Вика Надо главное на контроле так Такая, это Лера И такие А у вас нет списка Да, у вас нет списка, просто уплывайте Надеюсь, что эта авантюра не всплывет, пока мы будем плыть Иначе нам придется После дня рождения Тани у нас осталось два ящика винограда И виноград теперь везде Я вставлю фотку еще своего завтрака сегодня А что говорить? Мы на месте И нам удалось провернуть эту авансюру Таня, кто поет? Точно не Лолита Потому что она сама есть На него направили камеру Держи Ага, громче Держи руку А что хочешь А получишь Алена, все фаэлики скидываем меня потом для влога Я в чем-то не смешу Я в чем-то не знаю В чем-то не звонит Еще один Учительный день пройдет И закончится И закончится Ты мое море И когда тело объятно пожар И разум за что я упаду в тебя О, мирный шаг Ты мое море Ты мое море Чтобы не чувствовать ничего Я притворюсь статуей гипсовой Люди прошу лишь одного Покороните меня за плинтусом Чтобы не чувствовать ничего Дай докурю Дай добью Но, мама, прошу лишь одного Покороните меня за плинтусом Не надо я сама Я сама Разделю попа Ориентация север Я хочу, что ты верил Я хочу, что ты плакал Я себе сделала Сама Я никому ничего Не должна Я хочу, что ты плакал Жизнь очень злой Девочки, как у вас Прекратите Да, когда прилетаем Да, едут Очень хорошо А мы играем в крокодила? Да Только не сложно Давай угарная просто Угарная? Тебя, легкая такая Дебильная Чтоб мы быстро играем Я умею? Давай Идем Подожди, подожди Я это снимаю Вон она снимает А, уже Ален Ого Мастер Давай Я бы пошла Таня Давай С одного движения Дверь Что? Выходишь Да А можно я бы тебе тоже Прекратить Сам приду Требори Ну Садись за кеми Я сходу Я сходу Я сходу Я сходу Я сходу Подожгла Ушную серую Шрек Надо было вот так показать Держи Давай, как надо было показать Тут не просто вот так А сам Баде Он с ноги выбивал, точно? Ну я не знаю Проверим Мы проверим Мы проверим Как? Ты ноги Я думала ты его слышал На что это не сможет Один, да? Длин, прикольно Я не понимаю Незнайка? Да Реально Я вообще думала Я буду показывать час Привет Аккуратно Ты наступишь в это болото А я снимаю блог на телефон Но она любит Димаш Сейчас пошел Я впервые тебя вижу Очень красивые глаза И волосы Белла Есть еще Есть специальные Вот Кистые за ручки Да Мне очень Красит Перекус Таксистый чек Я самое главное Пощипцу Перекус Таксистый чек Для людей придумали Корненьки Также мы Мы покупали Винегрет Мы такие За хлебом Сходить Берем птичку Кладем В птичку Лимон Гениальный Гениальный Потом мы Лимон Раздав И выливаем Столк Из птички У тебя Лимон Обожаю Ты молчала Вообще Это я Все Пребята Тот 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 Таня сказала, что в эту поездку мы обязаны посетить усадьбу Кускова, что там очень красиво, но, если честно, реальность превзошла все мои ожидания. В этот день был туман, мы пришли ближе к закату, все это придавало такой нереальности происходящему, как будто смотришь очень красивый сон. Усадьба Кускова – это бывшее имение графов Шереметьевых, где сохранилась архитектура 18 века. Я настоятельно рекомендую посетить это место, если вы будете в Москве, но приходить нужно не за час до закрытия, как это сделали мы, потому что час – это очень мало, чтобы все обойти и все посмотреть. А дворец вообще закрывается за три часа до закрытия самой усадьбы, поэтому в музей мы не попали, но зато теперь у меня есть плюс один повод вернуться в Москву. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Так, мы что в кино? Да, мы в кино, мы его будем снимать сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Красотка. Мы собрались снимать подкаст на YouTube-канал. Мои цветы доживают свою лучшую красивую жизнь. У нас тут как на цветочном рынке. Ну всё, начинаем. Да. Мы погуляли. Жесть. Как вам прогулка? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, следующее у нас будет свет глаз. Не сахарный, не растаем. Вы всё? Да, свет глаз. Мы поснимали. Мы погуляли. Кутик. И на этом моменте моё маленькое московское приключение подошло к концу. Ну давайте, пока. А я надеюсь, вам было приятно и интересно посмотреть этот влог, провести с нами время. Пожалуйста, делитесь своими впечатлениями, мыслями. Очень жду ваших комментариев. Все нужные ссылки вы, как всегда, найдёте в описании. А я прощаюсь с вами до следующего видео. Всем спасибо, все свободны и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok